Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На поле вышли, поприветствовали друг друга и уже начали свою игру команды Ками и Астек Прибывают на наши соревнования все новые и новые команды Мы как раз к ним готовимся Ками уже сегодня все-таки два матча провел Прошли они с разным успехом Я думаю, что сами футболисты Ками результатами своими недовольны 0-2 в матче против Связнова И 0-1 в поединке против команды СЖК Думаю, что Ками сами ожидали совсем другого У Астека впереди тяжелый день Еще встречи предстоят с Нордеан и с НТС Банком Поэтому данная игра для Астека, наверное, шанс самый явный на зарабатывание очков Тем более, как я уже сказал, Ками все-таки находится сегодня не в лучшем состоянии Астек у нас представляет группу А В нем занимает пятую строчку Три очка у этой команды И очень красивая статистика по забитым пропущенным Забито 10, пропущено 20 Вот такие круглые цифры Кстати, смотрите, как любопытно У Астека запитых столько же, сколько у Норда, который на первой строчке находится В таблице тоже по 10 Поэтому иногда забивать можно немного И при этом выигрывать в момент руками был хороший Для того, чтобы счет открыть Ну и так же делать В деле Нет Внимание Внимание Очень неторопливо начинается игра, команды собраны, в том время с этим абсолютно спокойно. И попутная форма у Астека в плане того, что кажется, что все игроки капитаны. У всех на левом рукаве такой черный отрезок. Итак, давайте представлю вам составы, чтобы не отвлекаться потом. За Астек сегодня играют 10 номер Максим Чистяков, 2 Иван Покорельцев, 12 Сергей Васильев, 4 Ярослав Тележкин, 5 Евгений Скоробогатько, 2 голкипер Юрий Бойков, 11 Евгений Ремарчук и 1 голкипер Олег Козырский. Он даже с номером 7. Камя. 10 номер Андрей Кривобоков, голкипер Вадим Зиньковский, 7 Сергей Емельянов, 4 Андрей Волков, 8 Михаил Васильев, 6 Сергей Войтович, 12 Максим Буров. 10 номеров, 8ธрrid're worth. 10 новостей. 10 новостей. Много сегодня ошибаются футболисты Ками. Это касается не только данного матча, но и, разумеется, предыдущих сыгранных встреч. Момент для забития рядом со штангой. Мяч пролетел. Угловой должен быть. Ну, пусть так. Ну, тогда спасение ворот – это заслуга вратаря. Получается, изменился траекторию полета. Субтитры делал DimaTorzok. Очень заметная салатовая белая форма, зеленая манишка, конечно, немножко сейчас цвет ярко-салатовый, кислотно-салатовый скрывают, но это хорошо, потому что не будет в глазах бибить. Ками за счет того, что много сегодня матчей напроигрывал, откинут на четвертую строчку в группе «Б». Сейчас надо посмотреть, в случае победы удастся ли подняться Ками выше, потому что и ЖК, и цветной банк могли значительно оторваться. Да, действительно, в случае победы Ками не хватит одного очка, чтобы сравняться с ИЖК. У ИЖК сейчас 12, Ками может стать 11 баллов. При этом Ками стоят еще, конечно, очень непростые встречи. Предстоит один матч с «Норде», один с командой «ХСБС». Поединок с «НТС Банком». Команда и ЖК тоже, конечно, график непростой. Тоже «Норде» с «ИЧСБС». Ну и один матч с «Астэком», один с «Рэпидсофтом». В общем, похожая картина по будущим матчам, если даже не одинаковая. Сейчас вот боюсь себе просто ошибиться. Да, кроме «МТС Банка» все то же самое. Поэтому, конечно, борьба для Ками продолжается, если не сказать, только начинается. При этом и те, и другие, скорее всего, понимают, что заработать очки в матчах против «ХСБС» и «Норде» боюсь говорить практически невозможно, но вероятность этого стремится к «Норде». Будем говорить прямо. Поэтому для Ками этот матч, ну, совершающий. Для того, чтобы как-то себя самоидентифицировать и определить свое место в таблице турнирной. «Пока из состава «Астэка» кого-то выделить очень тяжело мне в плане индивидуальной игры. Вот такой момент для «Астэка» и гол. 1-0 становится счет. Ну, это просто мечта ИЖК. По-другому не скажешь. Это не «Тики», это громкий ужас для команды «Хамер». Продолжение мы увидим во втором тайме. Сейчас перерыв. Команды вернулись на поле. У Ками есть 10 минут, чтобы постараться отыграться. Желательно, конечно, будем выйти вперед. «Па» «Астэк» пока делает, чтобы не позволить это совершить. И второй великолепный, просто восхитительный мяч влетает в ворота команды «Ками». Здесь тяжело установить точно и объективно чью-либо вину здесь. И защитники ошиблись. И нападающий блестяще загирал. И Зиньковскому не повезло. В общем, как-то все неудачно складывается для Ками сегодня. А что такое? И его, и его, и его, и его. Он еще врача вернул. Вообще, где врача? А потом отвезти, зачатки пьют. Че там все цепанули? Че там все цепанули? Че там все цепанули? Че там все цепанули? Че сказал? Че там все цепанули? Че один хороший дальний удар. С 1 номером «Тэка» нечем работать. Хорошо, что поборолся до конца. Я ж не знаю, с кем он там пытался спорить. Защитником камень. Так, по себе, что-то говорил. Еще один хороший заброс. Астек интересный играет. Очень как-то необычно, непривычно смотреться таким футболом. Но самое главное, что результативная игра получается. Два мяча забита. Сейчас неточность на табло. Если у вас взгляд падает, то камера его задевает. А вот на первой, на самом деле, второй, конечно. Еще один хороший удар под опорную ногу Зиньковского. Постоянно идут атаки. И то Ками атакует, то Астек. Много потерь. Вот Ками все-таки отыгрывает один мяч. Один-два становится счет. Смотрим, что будет дальше. Ками сейчас вложит. Сделать камбэк. Тем более, что возвращаться-то недалеко. О, какой удар неожиданный. Вот это да, 3-1. Здорово. Очень точным получился выстрел. От штанги мяч летел в ворота. Зиньковский домой руки поднять не успел. Конечно, в этом вина и защитников есть, которые позволили пробить. Позиция-то для удара была неплохая. Ну, сейчас, наверное, отложенный полк должен быть. Да, да, это получается. Второе нарушение у Ками. Зиньковский науки здорово сыграл. Очень правильно. Астек просит таймал. И получает того. Почему бы и нет. Продолжение следует. Даймон был недолгим. Даймон был недолгим. Партнер бьющего по команде, потому что стоял на открытом совсем. Но без нарушений. Даймон был недолгим. Даймон был недолгим. Приличкин. Забивает. Камиль, еще один мяч, два-три становится счет. Одиночку пошел десятый номер. Атаковать. Никто его не поддерживал. Я надеюсь, что все-таки Астель не собирается играть исключительно на удержание счета в своей штрафной. Потому что может это быть неправильным шагом вдвоем против одного. О, надо атаковать и нужно забить обязательно. Запутался игрок в мяче. Нет. Распутался. 4-2. Нарушено правило сейчас с игроком Ками. Третий пол. Да и правильно сейчас подсказывают ребят друг другу не спешить. Много мячей забито. 4-2 напомню счет. Дриблингом все нормально. Можно здесь постараться сделать передачу. Распутался. Еще один удар хороший. Распутался. Парк. Четыре. Суровый должен быть, безусловно. Вратарь там мяча коснулся. 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 Вратарь там мяча коснулся.